Как заплести красивые косы и сделать стрижку, вырезать шишку из моркови и приготовить многослойный витаминный коктейль. Полезным навыком на мастер-классах воспитанников школы-интерната номер 117 обучают студенты колледжа сервиса технологии дизайна. Ребята с нарушением слуха быстро осваивают новые умения, да и студентам есть чему у них поучиться. В прошлый раз в качестве волонтера школьник из этого интерната показывал нам обычный перевод обычных слов. Мама, папа, небо, любовь. И может быть потому, что уже на общей волне сегодня разговаривают в прямом смысле слова студенты и школьники. И поэтому понимают друг друга глазами, чувствами, сердцем, просто добром. Инклюзивное образование развивается в Самаре внушительными темпами. На международной конференции собрались представители коррекционных школ России, Белоруссии и Казахстана, чтобы поделиться опытом в вопросе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня общество не готово принять инвалиды как равного. Отсюда ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен доказывать свою состоятельность. Но жизнь меняется. Наша Самарская губерния – там и большой пример. Ситуация меняет. Дети массовых школ уже желают с нами общаться, соревноваться, быть вместе. Таким образом решается эта социальная проблема. На память о дружбе плакат с отпечатками ладоней, который оставили представительницы Союза Женщин России. Они уверены, чужих детей не бывает. И если у тебя есть возможность помочь, это обязательно нужно сделать. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События.